Они приносят радость тем, кто живет на границе с зоной АТО. Олени Святого Николая исполняют новогодние детские мечты в Счастье, Петропавловском, Трехизбинке, по всей линии разграничения. Волонтеры уже второй год собирают детские письма, ищут дарителей, а потом развозят подарки. Подробнее в следующем материале. Свою акцию волонтеры затеяли, чтобы подарить детям из прифронтовых районов настоящий праздник. В своем небольшом офисе надевают олень-ерошки и начинают распаковывать письма. Их целые пачки. Евгения говорит, дети просят самых простых вещей. Незатейливых игрушек, сладостей и мира. Дорогой Святой Николай, меня зовут Дима Соломадин, у меня 11 лет. Я переселение с Азовгей. Хочу попросить у тебя мира, может ты сможешь это сделать. А еще я хочу себе большие наушники с микрофоном для компьютера. Каждое письмо читают, потом оцифровывают и выкладывают на странички оленей в фейсбуке. Люди сами выбирают ребенка, которому хотели бы сделать подарок, и присылают организаторам. Те запаковывают и отвозят детям. Вот эта гора подарков ждет своей отправки. Все это сбывшиеся детские мечты. Боби-борные, большие машинки, медведи большие и маленькие, дома для кукол. В счастье, многие девочки позаказывали одежки, платьица, костюм Эльзы. И наша рукодельница от центра сшила своими руками два костюма. Волонтер Антон Дудник сам переселенец из Луганска. Подарки детям развозит, как Святой Николай. О-хо-хо, здравствуйте, ребятки! Волонтер говорит, ни дети, ни взрослые до последней минуты не верят, что их письма действительно кто-то читает. А еще больше не верят, что получат желанный подарок. Я обнимаю каждого ребенка, даю подарок. Они все дрожат. Поэтому, когда из пакета достаешь подарок, именно тот, который он заказывал, тот, который он хотел, тот, о котором он мечтал, я думаю, что там все, эмоции перехлестывают просто сумасшедшие. В прошлом году волонтеры отвезли в прифронтовые села почти две тысячи подарков. В этом писем еще больше. Подарить радость детям может каждый, кто зайдет на страничку олени Святого Николая в Фейсбуке. Время еще есть. Ездить по прифронтовым селам волонтеры будут до 15 января. Андрей Кровец, Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков. Вот так. Спасибо.